Литературная премия имени Владимира Андреевича Колесника была учреждена областным исполнительным комитетом. Раз в два года совет, в состав которого входят представители вертикали власти, писатели, руководители литературных объединений, определяют тех, кто своим творчеством внес вклад в развитие современной белорусской литературы. Учитывая то, что мы суверенная страна, любая суверенная страна имеет свой язык, у нас два языка, это белорусский и русский, они равноценны. Мы тут не делим, какой важнее, какой не важнее. Поэтому, естественно, что популяризация родного языка, признание языка, признание и оценка тех людей, которые пишут на этом языке произведения свои, талантливые произведения. Это, в общем-то, есть часть государственной политики в плане поддержки талантливых людей, и в плане поддержки того же языка. Поэтому для нас, естественно, что это очень важно. Поэтому 10 лет назад была установлена эта премия. В 2017-м в почетном списке пять заветных фамилий. Это жители разных районов области, каждый из которых уверен. Через литературу читателю открывается удивительный духовный мир людей Брестского региона, о некоторых особенностях которого многие даже не догадываются. Например, Федор Саевич в своей книге рассказал о жителях Беловежской пуще. Книга о Беловежской пуще, о самом лесе, о длительных животных и о пущенах, конечно. Ведь в каждой профессии есть замечательные люди, можно сказать, герои. Но о них тоже повисуется в этой книге. Среди авторов как опытные литераторы, так и молодые поэты и писатели. Алена Гневушева в свои 20 с небольшим девушка-успешный журналист областной газеты «Заря» и автор детской книги приключений «Замок тайн». С типографских станков она сошла еще в 2012-м и сразу нашла своих юных читателей. Написана мной еще в годы школьные, в 10-м классе. Она отражает, наверное, меня в то время, и поэтому, я думаю, так полюбилась подросткам. Она о двух девочках-близняшках, которые попадают в волшебный мир и там расследуют приключения. Премия имени Владимира Колесника – престижная награда для каждого автора. Она бесспорно станет очередной ступенькой на большом творческом пути. А, как известно, чем дальше, тем интереснее. Анастасия Ноздарин, Плотницкая, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ».